Естественно, сразу возник вопрос. Но если люди строят такие укрепления, то это для чего-то было, разумеется, нужно. Не просто же так. Все такие огромные масштабные земляные работы были проведены. Что мы имеем? Мы на этой карте видим, это основной регион Тульско-Крапивинский, где сосредоточено, наверное, больше половины всех известных памятников рубежа Р. Зелёненьким здесь показаны градища. Как вы видите, они практически все расположены вот в таком направлении север-юг практически по одной линии. Казалось бы, может быть, это такая игра картографии, но, зная некоторые обстоятельства дел, можно предположить, что, вот вы видите, это такая оранжевая стрелочка, показывает направление Муравского шляха, о котором я говорил. Муравский шлях – это основная дорога, как и торговая, и, по сути дела, дорога для нападения крымчаков в 16-17 веке. Судя по нашим археологическим работам, этот путь с юга на север, сухопутный путь, он существовал гораздо и в более раннее время, начиная с эпохи Бронза, то есть это, по крайней мере, со второго тысячелетия до нашей эры. Он существовал и в первом тысячелетии, и, разумеется, уже мы прекрасно о нем знаем по письменным источникам уже эпохи Средневековья. Получается, что как раз-таки вот это пожаро-опасное направление, это население пыталось прикрыть строя многочисленные городища в потенциальной зоне проникновения степняков. Мы, конечно, не знаем, какая была облесенность в данном случае на этой территории, это надо проводить дополнительные палеопочвенные исследования, но, вероятно, вот эта граница лесной зоны, возможно, 2000 лет назад была немножко сдвинута дальше на север или здесь существовал какой-то коридор, который был не залесен по каким-то причинам. По которому могло южное население, кочевническое, спокойно проникать так далеко на север. Дело в том, что на этой карте показаны находки, которые были найдены вот на этих городищах. И это находки, все они связаны по большей части с сарматским миром. Предыдущая моя лекция, она так и звучала, лесные народы и сарматы. Я уже об этом говорил, о том, что сарматы сыграли важную роль в жизни населения, рубежа эр. Но так ли это и насколько это были действительно сарматы? Давайте посмотрим дальше. Вот Муравский шлях. Как раз чтобы было понятно, да, вот эта дорога с юга на север, она как раз таки охватывает и территорию нашей Тульской области, как раз в бассейн Средней Упы. Первое городище, которое нами было обследовано в 2015 году, и именно тогда мы получили вот такую замечательную находку, это сарматская фибола, которая датируется первым веком, или даже в большей вероятности первой половины первого века. И уже тогда стало понятно, что, ну, во-первых, эта вещь стала первым хроноиндикатором для памятников Упы-2, да, потому что мы могли датировать эти памятники только в самых общих пределах, да. Когда у археологов появляются вот такие замечательные застежечки, которые имеют очень узко датированные хронологические какие-то границы, они являются очень важным, знаковым таким моментом, когда мы можем по таким находкам сказать о более каком-то узком хронологическом горизонте существования древностей. В последние работы, это вот эта самая фибула, добавили ещё новые находки, в том числе подобных фибул и других, да, которые тоже могут иметь отношение к первому веку и имеют отношение к первому веку. А здесь представлен ещё и сарматский амулет, так называемое кольцо шишечками. То есть это все вещи, которые прекрасно известны в сарматском мире. Это вещи не местного населения. Они никогда у них не были, собственно, да, и сюда могли попасть только с этим совершенно новым населением. Далее, что ещё было найдено на городище и на рядом расположенных селищах? Это вот такие псалии. То есть псалии – это элемент конской упряжи, да, вот мы имеем сами удела и вот псалии, которые вот сбоку. Таких аналогий, подобных псалий, много. Но, опять же, самая главная аналогия и наибольшее распространение, они имеют в средней сарматской культуре. То есть в культуре сармат рубежа эр. В первом веке до нашей эры, в первом веке нашей эры. Мало того, с подобными псалиями были ещё найдены и разделители ремней. Это тоже элемент конской упряжи, который характерен для сарматской культуры. Наверное, самой многочисленной на сегодняшний день находкой являются наконечники стрел. Трёхлопастные, опять же, имеющие очень большое хождение в сарматских древностях. Они датируются, по сути дела, и рубежом эр, и имеют более позднее своё хождение. Кроме того, ещё из последних находок стоит отметить вот подобные наконечники копий. Они тоже имеют свои определённые прототипы именно в сарматском мире. А это, собственно, следы той самой трагедии. На одном из городищ, в слое, в котором были найдены сарматские наконечники стрел, был найден крестец и поясничные позвонки. Это мужчина 25-34 лет, который явно, собственно, погиб в ходе вот этого какого-то конфликта или войны, которая разыгралась в середине первого века. Вот такой уникальный довольно-таки случай. Антропологи сделали определение, и мы узнали. То есть, в общем-то, это мужчина был в самом расцвете сил для того времени. Разумеется, имея исходные материалы, исходные материалы, к чему первоначально мы пришли. Разумеется, если мы имеем дело с находками сарматского круга, то археолог что? Ищет ближайшее место, откуда это население, как вы уже поняли, достаточно воинственное, могло прийти. Мы прекрасно знаем, что на территории Среднего Подонья, река Воронеж, как раз-таки в это время, в первом веке, являются зоны расселения сармат-гипофагов. Это сарматы-каниеды. И они вполне могли проводить подобные устрашающие акции и в том числе дойти не только до Верхнего Дона, но и проникнуть даже дальше, на территорию, собственно, Верхней Оки. Это, в общем-то, расстояние всего лишь 200 километров. Это небольшое расстояние для подобных передвижений. И в пользу этой гипотезы или точки зрения, что действительно в этом могли быть виноваты, это население сарматское. Говорили следующие материалы первого сарматского чертовицкого могильника. Вы видите здесь абсолютно аналогичные фибулы. Это самая ближайшая находка подобных фибул, если учитывать удаленность территории. Это совершенно близкие или совершенно аналогичные псалии. Ну и, конечно, я уже не говорю про находки сарматских наконечников стрел. То есть все эти материалы убеждали и говорили о том, что это вполне может или могло быть вторжение с целью подчинения территории вот именно этого сарматского населения первого века, которое обитало на территории Среднего Падония. Но современные работы, полученные новые материалы заставили нас обратить внимание на еще более отдаленные материалы. И для нас это стало совершенно неожиданным, что многие находки, которые происходят с этих же городищ, которые связаны с этим разгромом, погромом, до середины первого века, имеют более отдаленные, так сказать, аналогии, которые представлены в материалах Андреевского кургана. Это республика Мордовия. Это порядка тысячи километров к востоку от Тулы. Что я имею в виду? Вот подобные находки двухшипных стрел, они известны в древностях II века. Но эти наконечники стрел имеют явное серьезное отличие от более поздних. Более поздние II века вырублены из цельного куска железа, эти кованые. Мало того, что они еще и раскованы на черешке. Кроме того, втульчатые наконечники двушипных стрел и находки двушипных наконечников копий и дротиков. Это раз. Во-вторых, были найдены вот такие замечательные украшения. Это застежки сельгаммы. Их уже известно, порядка, наверное, шести или семи таких находок. Не менее интересны являются вот подобные нашивки. И маленькие нашивочки, которые декорировали пояса и даже ножны мечей. Кроме того, известно и даже вот такие удивительные украшения, которые тоже были отлиты по восковой модели. Это тоже нашивные бляхи. И совершенно простые, просто оформленные нашивочки с четырьмя такими петельками на обратной стороне. Это новые находки, которые, с одной стороны, они дополняют этот комплекс сарматского, в кавычках, оружия, но при этом мы имеем вот такие красоты, которые до этого нигде на памятниках Упы II не встречались. Они встречены непосредственно в материалах городищ, которые были подвержены вот такому нападению, и в том числе, вот, видимо, с уничтожением местного населения. Кроме того, с одного из городищ Слобода, например, происходит вот такая, казалось бы, простая находка. Находка. Но на самом деле она является ручкой от чаши. Прямую аналогию этой чаши, вот она, эта сама ручка, мы имеем из Андреевского кургана. Мало того, что это чаша итальйского, южно-итальйского происхождения, и датируется также I веком до I веком нашей эры. Естественно, то население, которое сюда пришло и имело подобные вещи, как вы понимаете, оно побывало и в тех очень дальних южных походах, да, походах, где, конечно, эту чашу не покупало, конечно, да. Но вот, чтобы иметь общее представление, для того, чтобы представить общую систему памятников, вот территория Тульского края, да, то есть правообережье, верхнее Оки, Окско-Донского водораздела. Здесь мы имеем по циферке 3 сарматские могильники и поселения на Среднем Дону. Вот те самые, о которых я уже говорил и которые показывал. И вот мы имеем памятники так называемого Андреевско-Писеральского типа. Это расстояние порядка тысячи километров, как я уже сказал. Что это было за население сразу, да? Если мы проводим подобные аналогии, то могу сразу сказать, до сих пор происхождение этого населения и этих памятников, оно спорно. Кто-то говорит о том, что это могли быть сарматы, кто-то говорит, что это население, пришедшее далеко с востока, наоборот, это саргатская культура. Кто-то считает, что здесь же и участвовало в этом населении местное, пьяноборское население, собственно, да, которое проживало на этой территории. Но все сходятся на мысли о том, что это было население явно военизированное. И происхождение этих памятников связано и нужно, точнее, рассматривать в контексте воинских миграций первых веков нашей эры. Андреевский курган. Нам интересно вот это главное захоронение. В центре похоронен, видимо, вождь, кольчуга, наконечники копий, наконечники стрел, богатые совершенно украшения костюма. И некоторые считают, что в ногах у вождя и двух его соратников похоронен раб. Человек, который, собственно, могилу которого, во-первых, в ногах похоронен, да, во-вторых, ему не положили ничего в могилу абсолютно, никакого погребального инвентаря. Что мы имеем? Совершенно близкие, аналогичные наконечники копий, абсолютно идентичные и близкие псалии, которые, в общем-то, да, мы с вами уже видели. Очень близкие те самые нашивки, практически один в один. Очень близкие наконечники копий двушипные, аналогичные наконечники стрел, ну и еще раз, вот подобные абсолютно псалии. Говорить о характере этого погребения, и кто был погребен там, да, пять челюстей на ремешке. Это воинские трофеи. То есть этот вождь, который был похоронен, он на шее носил вот пять вырубленных человеческих челюстей. То есть эта находка является довольно-таки уникальной, и сама за себя говорит о том, кто были эти люди, которые были похоронены вот в этом Андреевском кургане, в большинстве своем. То есть действительно это был какой-то воинский контингент, который, продвигаясь с места на место, что подчинял местное население, естественно, пользовался всеми благами, и потихоньку, потихоньку, потихоньку это население продвигалось, продвигалось все дальше, дальше, дальше. То есть не сидело, что называется, на месте, все время искала наживы. В Андреевском кургане вот известны находки вот такой сельгаммы. И на территории других поселений Андреевского круга они очень незначительны, есть находки аналогичных сельгамм. Для того, чтобы было понятно, вот вы видите наши находки и находки с круга памятников Андреевско-Писеральского типа. А они, если не идентичны, то очень и очень близки между собой. И для нас встал, естественно, вопрос. Да, сарматская версия, она ближе всего к нам. И она, конечно, многое объясняет. Но вот неожиданным образом схожие материалы, которые были получены в результате последних исследований, которые имеют прямые аналогии в материалах Андреевско-Писеральского круга, поставили еще одну из возможных путей решения финала или судьбы памятников типа УП-2 как восточного вектора. Так, может быть, дело было гораздо более сложным. И пока мы не можем ответить на многие вопросы, потому что мало данных, мало материала. И что, вероятно всего, в этом погроме или в этой трагедии середины первого века могло принять в том числе и вот это население, военизированное, которое могло продвигаться как с востока на запад, так и по версии местных исследователей, собственно, мордовских, чувашских, казанских, они вообще предположили такой момент, что формирование памятников Андреевско-Писеральского типа, о которых я сейчас говорил и показывал, могло произойти на нашей территории, на территории Верхнего Подония. И то есть наша археологическая ситуация это самое начало общего процесса воинских миграций, а материал Андреевского кургана может быть является ее уже каким-то финалом или завершением. Но опять же, это все нужно работать и исследовать дальше. И все-таки кто же это был, для нас, наверное, остается пока не то чтобы загадкой, но есть гипотезы. Окончательно ставить знак то, что мы эту проблему решили, конечно, нельзя. И, безусловно, во II веке на нашей территории появляются памятники Новоклеменова, второго, начало III века. И, вероятно, как раз-таки вот эти события середины I века сыграли ключевую роль в изменении культурной картины и культурной ситуации в нашем регионе. Что на протяжении II века на нашей территории появляется какое-то лесостепное население Сарматского круга. И спокойно оно дальше живет уже до начала III века нашей эры. Тем более, что в материалах памятников Новоклеменова, если вы посмотрите вот эти горшочки, например, керамические традиции с памятниками типа УПА-2 более раннего времени, о которых мы говорили, они имеют прямые связи. То есть, видимо, когда это население пришло, то есть кто-то еще здесь остался. И какие-то традиции, все-таки, в том числе керамические, они не затерялись, а остались жить. Но вот саму эту загадку I века, конечно, нам еще предстоит доследовать. И о новых результатах, конечно, я постараюсь вам рассказать уже в следующем году, если откроются новые обстоятельства этого вот такого замечательного дела. Ну и спасибо за внимание и всех с праздником!